Бывшая жена одного из богатейших россиян Романа Абрамовича, Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Неархас, 17 января сыграли свадьбу на горнолыжном швейцарском курорте в Сент-Мориц. Дату и место проведения свадьбы молодожены долго держали в секрете. Следует отметить, что фешенебельный швейцарский курорт в Сент-Мориц не случайно был выбран для проведения пышного торжества, поскольку семья жениха является самым крупным в этих местах землевладельцем. Кроме того, им принадлежит пятизвездочный отель, где и состоялось торжество. По сообщениям СМИ, свадьба жениху обошлась более 6 миллионов долларов. По размаху торжество превзошло все ожидания и впечатлил даже ко всему привыкших жителей элитного курорта в Сент-Мориц. На свадьбу приехало около 500 гостей, среди которых было невероятное количество звезд и членов королевских семей. Так на торжество были приглашены британская принцесса Беатрис, принцесса греческая Мария Шанталь, принцесса Каролина Ганноверская, дизайнер Стелла Маккартни, актриса Кейт Хадсон, Орландо Блум и многие-многие другие знаменитости. И несмотря на звездный состав гостей, в центре внимания были, конечно же, новобрачные. Невеста 38-летняя Даша Жукова в белоснежном платье в пол с накидкой и шлейфом и жених 34-летний Ставрос Ниархас в классическом смокинге. И хотя само торжество состоялось в пятницу, гуляния продолжались все выходные, апогеем которых стала вечеринка в русском стиле. Для гостей вечеринки действовал дресс-код. Женщины должны были одеты в национальные русские платья с кокошниками, а мужчины – в камзу, старинного фасона и меховые шапки. Кроме того, учитывая тот факт, что мероприятие проходило на горнолыжном курорте, гости, приехавшие на свадьбу, даже успели покататься на горных лыжах и сноубордах. Следует отметить, что Даша Жукова и Ставрос Ниархас расписались еще осенью. На скромную церемонию у Парижа тогда пригласили лишь самых близких. И вот теперь молодожены устроили шикарную свадьбу в Швейцарии. А вам спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!